Новый антирекорд за сутки в регионе выявили максимальное количество заболевших коронавирусом. Новый антирекорд. 249 заболевших за сутки. Это значение побило даже рекорд прошлого года. Тогда в регионе за сутки максимально выявляли 246 человек с подтвержденным COVID-19. За сутки умерло 12 пациентов с коронавирусом. Всего же с начала пандемии вирус унес жизни больше 3,5 тысяч человек. В период третьей волны выросло и количество тяжелобольных в реанимациях. Сейчас в тяжелом состоянии находится 565 заразившихся. Из них 195 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Ковидные госпитали края заполнены на 84%. Свободными остаются 472 койки. Четыре погибших и 20 раненых за два дня. Эти выходные установили своеобразные антирекорды по числу ДТП. На алтайских трассах их произошло 55. Слово Валентине Аскеровой. В 43 ДТП автовладельцы понесли материальный ущерб. 12 происшествий закончились травмами и смертью в Шилоболихинском, Михайловском и Волчихинском районах. В результате столкновений погибли пассажиры. В Первомайском районе скончался пешеход. Серьезные аварии произошли и в Барнауле. Так, 10 июля на Оганьбинском тракте столкнулись иномарки. В результате одна из машин оказалась в кювете. О, да там жесть вообще какая-то полная. Вон там раскидало. Днем позже, 11 июля, авария произошла на Паловском тракте. Там столкнулись два легковых автомобиля. Машины получили серьезные повреждения. Пострадавших ничего неизвестно. Добавим, этим летом практически каждый выходный всплеск ДТП. Самые страшные аварии на загородных трассах. Распространенные причины, высокая скорость и несоблюдение правил при обгоне. В ГИБДД в очередной раз напоминают, спешка может стоить жизни. Золото добытчикам отказали в аренде земли в Солонешинском районе. Об этом сообщили в правительстве региона. В результате проведенного обследования лесных участков выявлены места обитания редких видов, занесенных в Красную книгу Алтайского края Российской Федерации. Это рябчик, шахматный, кандык, сибирский. Предоставляние участков своей добычи рассыпного золота будет противоречить действующему природоохранному законодательству и может повлиять значительное причинение ущерба окружающей среде. Решение отказать в аренде земли золото добытчикам в правительстве региона и Минприроде края приняли после обращения жителей Солонешинского района. Люди обеспокоены риском разрушения экосистемы с краснокнижными растениями, как это произошло у села Топольное в 2019 году. Тогда компании по решению суда пришлось покинуть арендованный участок, рекреацию которого она так и не провела. Жители Солонешинского переживали, что такая же судьба могла ждать и 12-километровый участок под райцентром. Люди успели собрать более 600 подписей против работы искателей. Прежде золотодобытчики сообщали нам, что имеют разрешение на работу на нескольких десятках километров. Но запрет Минприроды на аренду земли, подчеркнем, распространяется на всю территорию района. В Барнауле будут судить преступную группу за незаконную банковскую деятельность, а именно за операции по осуществлению расчетов, кассовому обслуживанию и инкассации. По версии следствия, семеро жителей Алтайского края по хитрой схеме обналичили 844 миллиона рублей. Из них 87 миллионов присвоили себе в качестве вознаграждения. Свою деятельность группа осуществляла с 2016 по 2020 годы. Для заинтересованных юридических лиц обвиняемые наладили фиктивный документооборот с так называемыми фирмами-однодневками, якобы свидетельствующей о проведенных финансовых операциях и сделках. Ими были созданы более 130 подконтрольным их организациям, открытые расчетные счета в банках. И после того, как граждане привлекали денежные средства, поступали данные денежные средства на расчетные счета подконтрольных организаций. И в дальнейшем они обналичивались, передавались тем клиентам, которые к ним обращались. На данный момент в рамках следствия наложен арест на 13 квартир и дорогостоящие имущества дельцов. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд. Обвиняемым грозит до 7 лет лишения свободы. В Куринском районе на озере Белое построили новую дамбу. В Минприроде края заверяют, что для 8 сел, что расположены ниже по течению, риск потопа исчез минимум на полвека. Добавим, прежнему защитному сооружению было почти 3 века. В Краснощаковском районе тоже очень ждут ремонта дамбы, которая является частью Новошипновского пруда. Огромному водохранилищу всего лет 50, но конструкция начинает разрушаться. И во время первой волны паводка 2018 года только экстренное увеличение высоты сооружения предотвратило прорыв дамбы. Для жителей села Остикозлуха как был болезненный вопрос, так и остается. То есть ежегодно люди отслеживают, каждую весну какой там уровень, открыты ли шлюзы, то есть идет ли сброс этой воды. То есть у нас жители уже напуганы дважды наводнением, и поэтому беспокойство каждый год. Как пояснили в районной администрации, для ремонта конструкции необходим проект, а это внушительная сумма в несколько миллионов рублей. Состояние пруда и в частности дамбы оценивают сотрудники администрации, сельсоветов и спасателей, которые производят сезонный спуск воды. Но водохранилище по сути бесхозное, юридически не состоит на балансе ни у одной организации. По словам замглавы района, землю под прудом предлагают приобрести предпринимателям, но размер необходимых вложений пока отпугивает бизнесменов. А между тем Новошипуновский пруд – одна из главных зон рекреации и рыбной отрасли. Объект к тому же сдерживает паводковые воды. 1 августа в Алтайском крае стартует очередной сезон охоты. Сначала разрешение выдавали на отстрел бурого медведя и кабана. Их охотники разобрали буквально за несколько часов. И документов хватило далеко не всем желающим, говорят в Министерстве природы. Сегодня в ведомстве приступили к выдаче права на отстрел пернатой дичи. Сейчас выдается на дичь, на полевую, пернатую дичь. Это полевая, болотно-луговая, баоровая дичь. Для владельцев породистых собак. Она выдается раньше на три недели, чем обычная охота открывает на нее. Специально для развития собаковоства. Целек развития собаковоства. Сезон охоты на пернатых начинается 1 августа. И наличие собаки в данном случае является обязательным условием. Также в ведомстве напоминают, вести охоту можно только гладкоствольным оружием. Оформить разрешение можно и при личном посещении Минприроды и в онлайн-формате на сайте Госуслуг. В Барнаульской Титов-Арене идет реконструкция перед началом хоккейного сезона. В нем впервые примет участие команда элитного дивизиона «Новокузнецкий металлург». Почему она будет играть на Барнаульском льду? Какие изменения ждут команду «Динамо Алтай» с приездом спортсменов из Кузбасса? И как с этим связан ремонт ледового дворца? Подробнее в сюжете Дмитрия Дроздова. Выравнивание стены, замена проводки. Это малая часть реконструкции, которая сейчас полным ходом идет в Титов-Арене. К сентябрю в Барнаульском хоккейном доме появится фитнес-зал, зона для силовых тренировок и тренажеры для кардионагрузки. Под новые помещения отвели 400 квадратов, на которых прежде размещались склады. Заниматься в залах смогут как спортсмены, так и просто любители тренировок. Такое обновление ледового дворца для многих стало неожиданностью. В этом году ремонт не планировали, но неожиданно от руководства «Новокузнецкого металлурга» команды высшего дивизиона Поступило предложение о тренировках и играх их коллектива на Барнаульском льду в этом сезоне. Ледовый дворец «Новокузнецкий» закрыт на ремонт. Часть помещений отводят исключительно для кузбасских гостей. Блок именно под команду «Металлург». Раздевалка для тренерского штаба, помещение для административного корпуса, Это также помещение для хознужд, пропрачка, сервисмен. То есть это все блок будет находиться именно под команду «Металлург». В дальнейшем это все останется для команд «Динамо Алтай». Что касается нашей команды «Динамо Алтай», то она остается в подэлитном дивизионе. Предстоящий сезон она встретит с новым главным тренером и на 70% обновится. Как пояснило руководство, нужно омоложение команды. С этой целью любимого большинством болельщиков капитана Степана Жданова заменит новый лидер. Но кто это будет, пока неизвестно. Все кадровые изменения, подчеркивает министр спорта, должны в итоге привести к главной цели – переходу в элитный дивизион. Тогда и финансирование повысится. Да, пока это третья лига, но наши амбиции крепки. И мы постараемся войти в сезон и закончить сезон с результатом. То есть, конечно, хотелось бы и победы той, которая удалась нашим баскетболистам. Поэтому то, что будет присутствовать еще одна команда, но я думаю, дополнительный повод для наших болельщиков прийти, посмотреть на хоккей того уровня, к которому мы стремимся. Сейчас «Динамо Алтай» ждет нового главного тренера. Им стал Владислав Хромых. Он родом из Свердловской области. Возглавлял ряд команд элитного дивизиона. Уже в августе под его руководством хоккеисты отправятся на первый сбор в село Бочкари. В планах сыграть пару контрольных матчей и сделать прорыв в новом сезоне. Чтобы уже в следующем сезоне сыграть в одном дивизионе с новокузнецким «Металлургом». Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. В этом году опять не состоится Олимпиада сельских спортсменов края. Ее отменили в связи с неблагоприятной эпид-обстановкой по коронавирусу. Об этом в ходе онлайн-конференции сообщил министр спорта Алексей Перфилев. Сельская Олимпиада должна была пройти в середине июля в райцентре Мамонтово. Но из-за вспышки коронавируса летние массовые мероприятия снова отменили. При этом бюджетные средства, заложенные на их проведение, подчеркнул Алексей Перфилев, не пропадут. В Мамонтово порядка 20 миллионов. Следующая Олимпиада у нас планируется в Родине 80 миллионов. В Заринске порядка 80 миллионов. Это все то наследие, которое остается с нами. Поэтому те небольшие суммы, которые именно на проведение мероприятия, с переносом, просто это произойдет все позже. Поэтому не пропадут эти средства. Они вкладываются в людей, в инфраструктуру для людей. Барнаульские художницы подарили городским дорогам вторую жизнь. За две недели они превратили семь дорожных ям в мозаичные арт-объекты. С предметом искусства уже сфотографировались десятки горожан. Необычную идею взяли на вооружение и другие регионы нашей страны. Подробнее в сюжете. Здесь я был Вася. С ошибкой намеренно подобные неграмотные надписи мы встречаем на скалах, путешествуя по горному Алтаю. Авторы и создатели мозаичного арт-объекта – барнаульские художницы Ольга Береста и Катерина Витвинова. Своей идеей они решили не просто скрасить плачевное состояние дорог, но и привлечь внимание к наскальному вандализму. С детства настораживало, ну то есть настораживало, меня возмущало это, как можно на горах написать. То есть это то же самое, что сломать дерево и что действует, движет этими людьми. И я думаю, что это амбиции и мания величия. И мы решили вот это вот гадкое качество перенести, как детей переключить в позитивное русло. То есть они могут делать совершенно то же самое, только... Украшать при этом. Нет, и принесить пользу обществу. Четыре дня уходит на создание мозаики. Ее художница Ольга Береста выкладывает дома. Затем пятикилограммовый и при этом очень хрупкий арт-объект привозит на место. После пять часов непрерывной работы. За две недели у художниц получилось разукрасить семь городских выбоин. Доброе дело и времезатратное, и накладное. Очень накладно. Вот я сейчас... То есть, во-первых, это бензин. Бензин сейчас дорогой. Я езжу, разыскиваю площадки. Потом я езжу в магазин. Потом я езжу... Это временное потом затратно. Потом это... Я покупаю дорогой клей, который зимостойкий. На семь арт-объектов, я вам сейчас скажу, у меня ушло около пяти тысяч рублей. Ну, в смысле, учитывая все, не считая того, что работа в подарок. Идея скрашивать дыры на дорогах не нова, распространена сегодня во всем мире. Так дорожные хирурги появились в этом году и во Франции. К слову, в Барнауле это уже не первая попытка улучшить дорожную инфраструктуру. Четыре года назад стоматологи заделали ямы зубными слепками. Вспоминает создатель известного городского паблика. Намекая, что типа зубы можно оставить в наших дорогах. Мы некоторые ямы кирпичами заделывали, которые очень глубокие. И эти ямы никому не нужны, хотя там ремонт делался недавно. Ну, что толку. Ямы выбоины есть, гарантийный ремонт почему-то не делается. Либо делается, но поздно, когда уже все себе шины порвут. Заплатки из мозаики, конечно, не спасут машину от повреждений, но точно порадуют пешеходов. Кстати, многие, увидев новость о необычном и полезном творчестве в интернете, начали оставлять скептически настроенные комментарии. Мол, сейчас увидят власти и накажут за несогласованное проявление доброты. К слову, на днях к Екатерине и Ольге подходили сотрудники полиции. Проверили документы и поблагодарили за неравнодушие и любовь к родному городу. Валентина Аскерова, Александр Антропов, День с толком. Автопилоты со всей Сибири померились силами в дрэк-рейсинге. Это автомобильная дуэль протяженностью в 402 метра, где в каждом заезде всего два участника. Такие гонки организуют специально для того, чтобы исключить нелегальные заезды по городским улицам. Далее Артем Гусельников. Седьмой чемпионат Сибирского федерального округа по дрэк-рейсингу прошел на аэродроме Панфилова. 70 пилотов из Барнаула, Новосибирска, Омска и Казахстана. Среди них Максим Соколков. Десять лет назад он решил собрать свой первый автомобиль и бить на нем временные рекорды. Сейчас на его счету титул двукратного абсолютного чемпиона Сибири, но он и дальше продолжает улучшать машину. Финансовую составляющую никто не считает уже вообще давным-давно и даже и не пытались считать. Времени, да, конечно, отнимает много. Но сейчас последние годы, как правило, это все ставится на зиму. И думаешь, зима большая. Успеем, успеем, успеем. И наступает май, и там 2-3 недели, и быстрее начинаешь ее собирать, переделывать, доделывать. Но, говорит Максим, в соревнованиях можно участвовать и на автомобиле без доработок. Правда, в отдельной категории и с единственным требованием. Машина должна быть технически исправна. Основная цель турнира – борьба с нелегальными городскими гонками, которые опасны не только для самих водителей, но и для других людей. В этом году мы уже начали с ними работать в плане того, что одного из организаторов нелегальных городов мы вывели на эту трассу. То есть мы предоставляем им возможность ездить по безопасной трассе с огороженными блоками, ограждениями. Вообще, на самом деле, вопрос стоит острым. Но помогаем его решать. В будущем, надеется Андрей, получится переманить на свою сторону и других уличных гонщиков. Ведь занятия спортом, особенно автомобильным, должны проходить на специально оборудованных площадках. И здесь, на аэродроме Панфилова, для этого есть все условия. Артем Гусельников, Дмитрий Денисов. День с толком. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке и в социальных сетях. Напоминаю, телефон нашей редакции – 205-545. Далее прогноз погоды – спонсор прогноза компании «Валар». До встречи в эфире.